Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Меня зовут Лиза Кей. В сегодняшнем выпуске я бы хотела ответить на самый популярный вопрос в моих директах. Как стать моделью? В этом видео я расскажу вам подробнейшую, простую, пошаговую инструкцию, как это сделать, поэтому не будем медлить. Поехали! Итак, для начала я бы хотела все-таки представиться, чтобы оправдать свое экспертное мнение. Меня зовут Лиза Кей, я родом из Ростова-на-Дону. На сегодняшний день я проживаю в городе Лос-Анджелес, и я на сегодняшний день работаю более 14 лет моделью. Начинала я свой долгий прекрасный путь из города Ростова-на-Дону в свои 15 лет. Начинала я с фотографиями на фоне простыни, которые делала для меня моя мама. В те времена еще не было ни Инстаграма, ни Gmail, а должна вам приснаться. И в те времена мне приходилось записывать свои фотографии на жесткий диск и высылать их почтой России в Москву, в модельное агентство, чтобы предложить им свою кандидатуру. Сейчас времена абсолютно другие, сейчас это все настолько просто и легко делать. Когда я вам расскажу, у вас просто гора сляжет с плечи. Я прекрасно понимаю, как тяжело начинать, когда ты пытаешься входить в индустрию, с которой ты абсолютно незнаком, и ты даже не знаешь, с какой стороны в нее подойти. Уверяю, это видео для вас будет безумно полезным. На сегодняшний день я подписана в даже не знаю, в скольких агентствах мира. Я подписана контрактом с самым крупным модельным агентством Америки, Вильгельмина. Я представлена в их Майами, Нью-Йорк и Лос-Анджелесском офисе. Также я подписана в агентстве модельном в Париже, Гамбурге, Милане, в Израиле. Вы знаете, наверное, на сегодняшний день не факт, что найдется страна, в которой я не представлена в одном из лучших модельных агентств. Я снималась для таких невероятнейших обложек, как La Fisiel, Kratze, Vogue. Я работала с такими брендами, как Estée Lauder, Olay, La Mer. Я могу этот список продолжать очень долго, это видео не про это, но к чему я это вам все рассказываю? К тому, что моя карьера была действительно очень-очень длинной и долгой, и довольно тернистой. В те времена все-таки было намного сложнее дать о себе знать без Инстаграма, без социальных сетей, но хорошая новость для вас. Я прошла этот путь, прошла его успешно, поэтому я вам дам самый легкий и короткий путь к успеху в модельной карьере. По крайней мере, сегодняшнее видео про то, как легко и без проблем начать. Итак, вы молодой парень, либо девушка, которые подразумевают, что, возможно, вы могли бы иметь модельную карьеру. Вам намекают на это родственники, может быть, говорят друзья, а может, к вам кто-то уже подходил на улице, фотограф, который увидел вас издалека и предложил фотосессию, либо агент, который предлагал вам уже свои услуги. С чего же начать? Начать нужно с полароидов. Я уверена, что многие из вас уже это слово слышали. Без полароидов никуда. Это грааль, это база всех баз модельной индустрии. Полароиды — это, с одной стороны, самые простые, но с другой самые ответственные фотографии, которые вы будете делать в своей модельной карьере. Почему они простые? Потому что это всего лишь фотографии в купальнике на светлом фоне. Ничего обычного. Сильно позировать не надо, сильно выпендриваться не надо. На этих фотографиях вы всего лишь показываете свои данные. И именно поэтому эти фотографии несут такую невероятную ответственность. По этим фотографиям агент будет судить, есть ли у вас модельные данные или нет. Итак, вернусь. Полароиды — это фотографии в купальнике на светлом фоне. Светлый фон может быть светлой стеной, либо коридором, либо, конечно, если у вас студия, это прекрасно, но это абсолютно неважно. Вы не обязаны идти к фотографу. Вы можете эти фотографии сделать дома. Если у вас нет светлой стены, вы можете, как в старые добрые времена, как делала я в свое время с мамой, натянуть белую простынь на шкаф и стать, и сделать фотографии на фоне этой простыни. Самое главное в полароидах — это чтобы вы были хорошо освещены. Если вы присмотритесь к моему лицу сейчас, оно очень подсвечено правильно. Вы видите все черты моего лица, меня очень хорошо видно. Это потому, что я сижу прямо напротив балкона. Поэтому, если у вас есть балкон, либо большое окно в квартире, постарайтесь встать прямо перед ним, чтобы вы были очень хорошо освещены. Чем лучше вы будете освещены, тем красивее вы будете выглядеть. Фотографии делаются в полный рост. Прямо. Несколько фотографий. Несколько фотографий, три четверти в одну сторону и в другую сторону. Не забываем, что обе стороны нашего лица ни в коем случае не одинаковые, не симметричные. Вы можете очень по-разному выглядеть с одной стороны и с другой. Я вам покажу сейчас пример. Посмотрите на мое лицо с этой стороны. И посмотрите на мое лицо с другой стороны. На самом деле они очень отличаются, поэтому очень важно запечатлеть обе стороны. Фотография прямо, три четверти и также, конечно же, профили. Ровные, идеальные профили. Первый и обязательно второй. Профили точно так же, как и ваши стороны, очень сильно отличаются. Когда вы запечатлели себя в полный рост, прямо и по всем сторонам, вы подходите к камерой ближе и делаете такую же версию фотографий, только портретную. Портрет идет где-то у нас чуть ниже грудной клетки. То есть вы фотографируетесь где-то вот здесь и делаете абсолютно то же самое. Вы делаете фотографию прямо с распущенными волосами. Старайтесь выглядеть приветливо, не перепуганно, не слишком нервно, просто легкое, расслабленное лицо. И вы тоже самое все делаете. Фотография прямо. Четверти. И профили. Также в конце вы можете повторить все то же самое, собрав волосы в хвостик, чтобы показать лучше ваши скулы, если это выгодная черта вашего лица. А также не забудьте добавить красивую яркую улыбку. Улыбка всегда всех пленит и сразу поднимает настроение. Невозможно не заулыбаться в ответ. Поэтому я очень советую обязательно добавить счастливую, красивую, широкую улыбку в конце в виде портрета. Когда вы сделали свои полароиды, их нужно отправить в модельное агентство. Но где же найти этот имейл, адрес дома и улицы? Вы просто заходите в Google и пишите «модельное агентство вашего города». Если вы в Иркутске, вы пишите «модельное агентство Иркутска». Если вы в Нью-Йорке, вы пишите «модельное агентство Нью-Йорка». Я уверена, что Google вам буквально первой же ссылкой выдаст список достойных, хороших модельных агентств. Когда вы увидели этот список, вы должны зайти на официальный сайт модельного агентства. Любое приличное модельное агентство имеет официальный сайт. И любое приличное модельное агентство на этом официальном сайте имеет кнопочку «оставить заявку», либо «подать заявку», либо «стать моделью», «become a model». Вы нажимаете на эту кнопочку, и там высветится имейл-адрес, на который вы можете выслать свои полароиды. Поверьте, этот имейл-адрес регулярно проверяется. Все модельные агентства заинтересованы в новых моделях. Если вы нервничаете, переживаете или по любым другим причинам не чувствуете себя комфортно гуглить модельное агентство и писать им вот так напрямую, вы можете зайти в Instagram, найти вашу любимую модель, которую вы, возможно, уже фоловите, либо фотографа, который вам нравится, и написать им личное сообщение. Попросите их сказать вам, с каким агентством они работают, какому агентству они лично доверяют, либо просто дать совет, какие агентства они бы рекомендовали. Уверяю вас, в 70% случаев вы получите ответ. Все модели были на вашем месте. Мы прекрасно знаем, как тяжело и страшно заходить в новую индустрию, в которой ты абсолютно ничего не понимаешь. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте советов, пишите моделям, которые вам нравятся, пишите фотографам, они обязательно вам подскажут. После того, как вы отправили полароиды, вы сидите и ждете ответа агентства. И если вдруг этот ответ, не дай бог, отрицательный, пожалуйста, не расстраивайтесь. Если агентство вам написало имейл со словами, что они не готовы с вами на сегодняшний день работать, не расстраивайтесь, получайте лайфхак от Лизочки. Ответьте на этот имейл, ответьте благодарностью за ответ и попросите их прокомментировать, почему все-таки именно нет. Прокомментировать, может быть, ваши полароиды, дать вам какие-то советы и напутствия. И поверьте, эти советы и напутствия вам будут только на пользу. Ведь в следующий раз, если вы учтете эти советы и сделаете немножко лучше свои полароиды, либо поработаете над своими профессиональными фотографиями, либо над своей фигурой, внешностью, то у вас больший шанс получить ответ «да», а вы его обязательно получите. Вы должны понимать, что нравиться всем абсолютно невозможно. Я бывало ходила по десяти агентствам в Нью-Йорке, и девять из них мне говорили «нет». Но одно говорило «да». И это не обязательно худшее агентство. Просто это то самое агентство, которое рассмотрело в тебе то, что не рассмотрели другие. И они поверили в тебя, и они будут для тебя активно работать и искать работу. И, кстати, это самое агентство для меня добыло контракт с Олей, и благодаря им я стала лицом косметики Олей на год. Видите, другие агентства это почему-то не просчитали. А агенты, которые сидели в этом агентстве, которые, кстати, были в модельной индустрии по 30-20 лет, сразу рассмотрели во мне кандидатуру на такую работу и начали показывать меня косметическим брендом Америки. И я имела очень-очень большой успех. Я желаю вам большой-большой удачи. Я вижу у вас себя, маленькую Лизу, делающую первые шаги в своей модельной невероятной карьере. И я желаю вам невероятного успеха. Вы обязательно всего добьетесь. Я очень надеюсь, что это видео для вас было полезным и занимательным. Лайкайте это видео, подписывайтесь на мой канал, потому что вас ждет еще очень-очень много полезных видео про модельную жизнь и про моделинг. Спасибо вам большое. Мы увидимся с вами в следующем выпуске.